Всем привет, дорогие друзья! С вами Виктор Манин и сегодня у нас продолжение интервью с нашими амбассадорами. У нас в гостях сегодня Евгений Романенко, первый амбассадор, который присоединился к этой программе. Я бы сказал, он ее и максимум продвигает и возможно мы в будущем увидим уже институт амбассадоров. Но хочу задать пару интересных вопросов, возможно и даже невозможно, а я уверен, что заинтересует наших пользователей, нашей комьюнити, как ты вообще познакомился с криптой? Почему так произошло? Я точно помню, что это произошло в году, наверное, в конце 2012 или 2013. Познакомился в рамках нашего кружка экономистов автрийской школы в Петербурге от Павла Усанова, моего коллеги и соратника, директора института Хайека в Питере. Он тогда не придал, слово биткоинт, это звучало, не придал ему никакого внимания. А потом уже в 2017 году, кстати, в день рождения Павла Усанова, человек сыграл большую роль. Я помню, я все отложил и погрузился в YouTube-ролики про крипту. И будучи экономистом, отлично понимая состояние фиатной системы, зная, как она нагадила человечеству, что так не должно быть, я создал, что впервые в истории есть технология, которая позволяет вернуться человечеству к тому, что мы называем сам манер, честные деньги. И я понял, что я хочу не только быть свидетелем этого процесса, но и максимально этому способствовать. А поскольку я в тот момент уже был достаточно раскрученным интервьюером в YouTube, все, что мне оставалось делать, это переключиться с интервью на всякие разные темы, на интервью криптонов. Первый у меня был Иван Тихонов из Bits Media. Ну и так дальше. Я стал ведущим, когда мой айтюбер, потому что по моменту знал, был знаком с Андреем Погорелом, быстренько, Boom ICO и так далее. Пошли ивенты, потом в 2018 году стал Криптом Си ведущим, вышел на англоязычное пространство и вот в 2020 году стал Амбассовером Простероли. Так, в каких проектах ты сейчас участвуешь, компания, сервисы, чем можешь поделиться с нами? Пожалуй, главный личный бренд Криптом Си, который пришел мне в голову именно в этом видео после ивента в Сингапуре. Я понял, что, в общем-то, я могу вести ивенты по-английски. Вот, то есть Крипта, в общем-то, она раскрывает тебя и показывает тебя с твоих сильных сторон. Занимаясь продвижением, кроме своего личного бренда, интервью, я Амбассовер Траст и Волит. И вот у нас приятный результат, так сказать, 9 месяцев амбассадорства привели к первому миллиону долларов оборота по первой линии и тысяче людей в первой линии. Я считаю, что это красивые цифры, результаты. Ты как думаешь? Я считаю, что лучшие люди всегда будут сотрудничать с лучшими сервисами. И на самом деле, такого еще никто не делал. Первый миллион человек сам. Я даже, у меня где-то, в оборот, около 700 тысяч. Женя перепрыгнул меня и показал действительно колоссально хорошие результаты. Что тебе помогло достичь этого? Связи, действия, что было триггером? Честный ответ, это ключевой партнер. Ягодный партнер, и он знает, кто он. Это наши коллеги из Беларуси. Мы передаем привет сразу Ярославу Лихачевскому, но и другим ребятам, которые сейчас делают цифровую экономику в Беларуси. И вот партнерство с фондом Байсол, с ситуацией, когда нужно помогать, помогать, в общем-то, целой стране и населению попавшему в не самую хорошую ситуацию в своей истории, и помогло выйти на эти цифры. Так что результат, в конечном счете, это результат всех беларусов, я лишь здесь как формальный такой участник. Но, видимо, своя публичность, публичность, которая имеет место быть, она привела вот к этим ключевым отношениям и активность, потому что не только сотрудничество с этим фондом, но и моя, так сказать, ежедневная активность по созданию контента с соответствующими тегами и брендированием, она тоже приводит к результату. Почему ты принял наше приглашение? Что с поддвигнуло? Ну, во-первых, потому что вы его на меня, так сказать, вознаградили, и это было в прямом эфире. Буквально на днях я обнаружил тот приз на памятный эфир, отказываться было неудобно. Сначала, откровенно говоря, я подумал, ну вот, взвалили на бесплатную работу. Сейчас я понимаю, что это было знаковое решение, и оно всем нам здорово помогло. Ну, во-первых, я уже к этому моменту подвигал кошелек, потому что общаемся мы с криптой через кошелек. Это первое, с чем взаимодействует этот человек. Какой-то кошелек должен быть у кого-то, у криптона, как браузер в интернете. И, соответственно, здесь хороший кошелек, который делают люди, которых я знаю, а мы с тобой давно сотрудничаем в рамках цифровой Грузии, и так далее. Как не принять? То есть фактор личного знания человека, кстати, это отмечают наши другие... Все по связям решается. Да-да-да. Личного знания человека очень сильно действует. Если я знаю кого-то, кто делает что-то хорошее, то я выбираю этот продукт автоматом, потому что, ну, человек, ну, это известная социальная механика, социальные доказательства. Вот, то есть знания людей, хороший продукт, который необходим, с помощью которого удобно продвигать идею. Потому что пользование криптовалютами, бытие криптономии означает пользование криптовалютами. Это автоматом кошелек, это автоматом нужно было выбрать продукт. Я думаю, здесь продукт сам нашел хорошего продукта, как ты сказал, толковые люди в подвижении. И это так наблюдается у нас в институте Анасадора. Ты упомянул хороший продукт. Какие функции ты лично использовал, и что тебе понравилось больше всего? Сам интерфейс, легкость и простота. Кстати, добавление кастомных активов, например, проект Каприка, который бегает в Роман Лука, он использует кошелек Рома, потому что туда элементарно добавить токен по смарт-контракту, вывести и отдать человеку этот токен. Удобство интерфейса, над которым, как я сам сейчас наблюдаю, вы фактически каждый пиксель вылизываете. Легкость, простота, быстрота вывода криптовалюты, что особенно круто. Три минуты и у человека в нужной точке мира деньги. Это очень сильно помогает решать задачи, управлять финансово, возвращать долги или кого-то кредитовать и так далее. Ну и, разумеется, возможность раздавать собственную реферальную ссылку. Недавно вы сделали ее пользовательской. Ее не надо запоминать, ты можешь ее воспроизвести. Я знаю, что у тебя есть кейс, в котором я участвовал по поводу вывода фиата в другой стране. Вот тебе понадобилась гривна, у тебя нету банковской карты, ты просто добавил карточку в кошелек и вывел на мою карту, и я тебе дал наличку. Это было просто? Это было элементарно, причем я даже не знал, что это настолько элементарно. Скажу честно, я до этого практически не пользовался выводом крипты фиат, поскольку этого не требовало жизни, я просто для операции с криптой использовал. Здесь потребовалось это сделать, это было элементарно. Более того, потом этот кейс повторился с человеком в беларуси, с беларусской карты, он прошел точно так же быстро, чуть-чуть больше комиссии, но мы понимаем, что это из-за того, что там больше банков завязано. Я, честно говоря, немножко офигел и понял, что это легко, круто и удобно. До сих пор нахожусь под впечатлением. Супер! Такой вопрос, что нужно добавить? Или может ничего? На данный момент мне кажется, что интерфейс кошелька, он просто вылезан, он идеален. Вот никакого ровно дискомфорта не возникает абсолютно. Мне даже нечего ответить на этот вопрос. Кстати, и большинство массаторов, которых я интервью, они тоже не могут сказать, что добавить. Ну, конечно, из пальца высасывать не нужно, какие-то суперопции. Но вот Маша вообще сказала, пиццу, конечно, заказывать в кошельке я не хочу. А вот Софья Киевская сказала, что неплохо было, чтобы кошелек объединял мои фиатные операции и криптовые. Но это, наверное, уже другой продукт. Это желание девочек просто в одном приложении. Тем не менее, нужный коннект с фиатным миром кошелек делает на ура. Вот так. Кстати, спасибо большое, что врешил на суперинтерфейс. Но 15 декабря вы увидите пушку. Там будет очень интересно. Мы плотно работаем над каждым экранчиком, над каждой буквой, над каждой модалкой, чтобы человек, пользуясь этим кошельком, понял, что биткоин – это несложно. Это просто. Просто страсти вводят. Вот такая ситуация. А ближайшие тренды на 2021 год или какие планы у тебя? Я заинтересовался темой Non-Fungible Torgens, NFT, темой этих ECHH-доменов, блокчейн-доменов. И сейчас у нее глубоко погружаюсь. Подача, кстати, Анатолия Павленко из Киева. Мы делали интервью с Алексеем Есниным. Будем продолжать. Это просто тема бомба, поскольку она даже круче, чем обычные токены. Там ты имеешь уникальный цифровой актив. И там огромное пространство. И там целый рынок образуется. Женя Троенко про это рассказывает. Я лично буду в нее погружаться. Ну, в целом, конечно, это adoption. Белорусская ситуация. Сейчас там формируется целая народная криптоэкономика. И так получилось, что мы исторически в ней участвуем полноценно. Внутри трасти стал, в общем-то, детрументом. Он в Беларуси становится таким народным кошельком. Его знает там сильно больше людей, чем еще полгода или четыре месяца назад. Я буду заниматься проектом Каприка. Он сам по себе интересен. Такой клуб далеко не последних людей, которому она в Малако пристегивает блокчейн-технологию. Это кинезацию. Это все идет в тему NFT. Вырисовывается проект с Владимиром Поповым и по питч-агрегатору. Это отдельная история. В целом, это будет развитие экстерриториальное в русско-англоязычном пространстве, в крипте и, разумеется, на фундаменте арстрийской школы. В этом смысле, моя стратегия не меняется уже три года, чему я участвую. Супер. Такой еще интересный вопросик есть. Как повлияло амбассадорство на твою жизнь? Ну, откровенно говоря, доход от амбассадорства стал, пожалуй, основным. Вот, учитывая, что постоянных доходов у меня в силу моей деятельности не существует, в этом смысле трассе просто стал огромным подарком. Я сейчас крайне сильно поддерживают в этой текущей ситуации. Вот. Наличие продукта, который ты можешь в любой ситуации посоветовать быстро, в удобном виде технологичном. Например, я даже, конечно, немножко нарушал правила, подсаживал на крипту детей, просто доставая, говорю, давайте сделаем подарок. Здесь я очень быстро вкуриваю, сразу скачивают, сразу раздаешь им по 10 долларов в крипте и всем нравится, вот еще пять человек, так сказать, активировал. Поэтому, скажем так, я вооружился инструментом. Если до этого я был, в общем-то, специально на какие-то теоретические вещи, то сейчас у меня есть четкий, понятный, конкретный, простой, работающий продукт, который я лично использую и который приносит, помогает распространять не только теоретические информации о крипте, но и практически. И кошелек очень хорошо заходит людям, как показывает практика в жизненных ситуациях, когда фиатная схема не работает, ты быстренько говоришь, так, крипту не пользуешься, не будешь, ну-ка быстро скачал, установил, вот тебе еще человек сам офигевает. То есть ты чувствуешь себя в таких доспехах и гораздо более вооружен не только словом, но и практикой. Супер. Напоследок, что ты можешь пожелать нашему комьюнити, как амбассадор Трастиволит? Комьюнити Трастиволит очень теплая, мы стали с ним общаться в прямых эфирах. Я пожелал бы смотреть не только в область технологий, но немножко залезать и в экономическую теорию, поскольку экономическая теория это то, что каждый из нас сопровождает незримо, а крипта это тот феномен, который экономическая теория отлично описывает. Мы сейчас входим с вами в эру, человечество возвращается от эпохи территориальной монополии на фальшивом монетничества, которое мы родились в 20 веке. Фиатных денег, которые системы находятся в терминальной стадии разрушения, вы сами это видите, в количестве печатанных денег, в размерах девальвации и так далее, в том произволе, в котором творятся новые банки. Это все означает, что система находится на последнем издыхании, а полноценное экономическое взаимодействие, это экономическое взаимодействие наше с вами от головы в голове. Так вот крипта это первейший инструмент, как вы общаетесь друг с другом в мессенджерах и по имейлу, текстам напрямую, без каких-нибудь коммуникаций. Крипта это тот же самый мессенджер, только для денег. Осознайте масштабы революции, включайтесь в эту революцию, распространяйте кошелек, дарите лучший подарок, лучший подарок, кстати, члены комьюнити на день рождения. Подарите человеку, пусть установит кошелек, подарите ему 10 долларов в крипте. Вы познакомите его а с кошельком, б с феноменом крипты и он тем самым включится в оборот. Хошь не хошь мозги начнут думать, а что же я такое получил. Поэтому распространяйте и давайте обратную связь, команда Ростоволит очень сильно его анализирует, поверьте, я наблюдаю это ежеминутно и это прекрасно. Ну и самому кошельку я хочу пожелать стать воистину народным кошельком, поскольку амбиции именно такие и у него нет шансов им не стать. Вы делайте его народным и это очень приятно. После 15 декабря он станет международным и это будет вообще бомба, я предвкушаю это. Так что 15 декабря смотрите наш релиз, метап, посвященный этому релизу и добро пожаловать в новую эпоху Трасти Волит в 2021 год. И с наступающим. Всем спасибо. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова